МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Привет! Это программа «Всё включено». Программа о жизни в спорте. И о спорте в жизни. Здесь Ирина Шадрина. И Михаил Генделев. Смотрите в этом выпуске. Можно ли вмиг повзрослеть? Откровение молодых хоккеистов Ярославля. Почему новый главный тренер Локомотива считает вредным знать зарплаты своих подопечных? И как справилась со своим горем вдова Александра Галимова? Один из видных городов спортивной России Ярославль пережил страшную трагедию. Гибель в полном составе своей славной хоккейной команды Локомотив. Идея немедленно сформировать новый коллектив и принять участие в нынешнем первенстве КХЛ была рождена эмоциями. Руководством к действию она не стала. Было решено пропустить год и возрождать команду уже к будущему сезону. Татьяна Красносельская познакомилась с ребятами из молодежной команды Лока, которым отведен всего год на то, чтобы повзрослеть и представлять свой город уже на уровне КХЛ. Как не переживали болельщики, этот матч с молодежной командой толпа Росбашкирии, игроки Ярославского Лока проиграли. Но сегодня один из тех случаев, когда победа не так важна, как участие. За проигрыш на своей площадке фанаты Лока не в обиде. Проиграли, выиграли. Это спорт, это хоккей. От этого количество болельщиков не уменьшится на трибунах. Для жителей Ярославля хоккей всегда был предметом культа. Каждого хоккеиста здесь знали в лицо. Как только город потерял локомотив, свою главную команду, игроки молодежного Лока волей-неволей оказались в центре внимания. Если так взглянуть со стороны на ребят, то, ну, возрослили, конечно, просто в миг. Не осталось ни одного человека, ну, который был как раньше. Такие события заставляют задуматься. И нужно было взрослеть. Это, конечно, не всегда очень приятно, не всегда это хорошо, потому что, ну, как говорят, знаете, в молодом возрасте становятся стариками. Ну, бывает, чрезвычайно обстоятся в жизни. Петр Воробьев тренирует Лока уже год. Как только город оправился от шока, стало ясно, лучшего наставника для нового локомотива не найти. Сегодня его задача – сделать из перспективной молодежи полноценных и зрелых игроков. Болельщики в новую команду поверили сразу. Для нас важно, чтобы команда существовала. Сейчас очень сложно будет восстановить команду. Это вообще, нам нужны годы, лет 5-6 как минимум. Решение о возрождении локомотива принималось на самом высоком уровне. В новый состав команды войдут хоккеисты клубов Высший и Континентальный Лиг в возрасте от 17 до 22 лет. С приобретением этих игроков я считаю, что можно, конечно, говорить о том, что мы на этой основе можем создать команду. Среди новичков, уже пополнивших состав Лока, нападающий Олег Яшин, недавно пришедший из подмосковного Атланта. Это хоккейный город, люди здесь любят очень хоккей. Аншлаги на КХЛ. И сколько на нас сейчас народу приходит. Но основой для будущей команды станут собственные игроки Лока. Идва оправившись от шока, ребята сразу поняли, жить и играть теперь придется по-новому. Нам сразу обозначили, пришел президент клуба, было собрание, и нам сказали сразу, что теперь вы, мы, основная команда Ярославля, будут ходить на нашу команду, огромное число людей. Взрослые шрамы на еще юных лицах. С хоккеистов молодежной команды отныне спрашивают по-взрослому. Не было времени для перехода детского хоккея на взрослый. Облажек каких-то вообще нет. Сегодня попасть в обновленный локомотив мечтает каждый. С нового сезона возрожденная команда должна начать выступать в КХЛ. Пока же им нужно совершенствовать мастерство, чтобы продолжить хоккейные традиции локомотива. Побеждать. Наверное, самый стабильный клуб в России был. Трехкратный чемпион. Сегодня же говорить о стабильности еще слишком рано. Тренер Воробьев об игре подопечных отзывается сдержанно. Я до сих пор не могу к ним подобраться. Мы одну игру сыграем хорошо, вторую игру обязательно. Мы и периодами так играем. А что такое, почему это так происходит? Для ребят из ЛОКа сегодня нелегкое время. Давит внимание прессы, ожидания горожан и руководства. Однако дома, на Ярославской линии 2000, им кажется, помогают даже стены. Чувствуется поддержка, как народ вместе с нами переживает. Каждый заброшенный, шайбы пропущены. Там эти эмоции, все это видно, как они стараются поддерживать нас. Мы просто не можем перед такой поддержкой выходить там, играть в полсилы. Татьяна Красносельская, Андрей Кузьмак, Георгий Романюк. Все включено. Эту миссию построить за год с нуля команду мастеров уровня КХЛ, опираясь в основном на хоккеистов молодежного состава, можно было бы считать невыполнимой. Если бы ее принял в себя кто-либо другой, а не Петр Ильич Воробьев. Маститый тренер, приведший локомотив к первому чемпионству в 97-м. В середине нулевых, создавший при отсутствии нормального финансирования боеспособную команду под флагом Тольяттинской Лады, он справится. Прогуливаясь по набережной Ярославля, знаменитый советский хоккеист и прославленный российский тренер Петр Воробьев вспоминает московское детство и семью, где был седьмым, предпоследним ребенком. Воспитывался на капусте и картошке. На кислой капусте. Потому что мяса хватало только на одного кормильца семьи, на отца, потому что он у меня работал в литейном цехе. Хотя Воробьев рос в спартанских условиях, вырос динамовцем. Сначала играл в Динамо Киев, потом в Динамо Рига. Впрочем, истинным призванием хоккеиста старой закалки стала тренерская деятельность. Это второй приход Воробьева в Ярославль. Первый был в 96-м. Тогда еще здесь тренировалась и играла знаменитая хоккейная команда Торпеда. Теперь Петр Воробьев воспитывает молодой поросль ярославского локомотива Лока. Хоккеев, в принципе, для него секретов вообще не осталось. Знает, наверное, абсолютно все. И старается поделиться этим с нами. Очень интересно работать, как бы, ну, играть под его руководством. Потому что он очень много выиграл, очень много воспитал их хоккеистов. Хочется тоже стать одним из таких же. Суровый и немногословный во время игр Петр Воробьев – златоносный тренер. Работал в основной национальной хоккейной сборной, тренировал молодежную. В 92-м она стала победителем чемпионата мира. Среди воспитанников Воробьева – хоккеисты с мировым именем. Вот за 20 лет, ой, за 30, да, вот мне попалась такой сильный. Это, я говорю, не в обиду другим игрокам сказано, да, но это вот талантичная звезда. Но свою заслугу в становлении чемпиона мира образца 2008 и действующего игрока в Вашингтон Кэпиталлс Воробьев отрицает. И Семин и без меня бы стал таким звездой, да, ну, или, скажем, Оречкин, или еще кто-то, да, вот. Это игроки, которым не надо мешать. Подопечных наставник Ярославского Лока оценивает по собственной шкале, а не по размеру клубного контракта. Я вообще не интересуюсь, кто, какие контракты, у кого. Хотя и говорит, ну, что с лидеров там больше требуете, да, а я требую со всех одинаковых. А требует молодых игроков Петр Воробьев обычно по полной. Он вообще сторонник авторитарной тренерской власти в хоккея. Сейчас очень модно генеральных менеджеров там назначать, да, вот. И они сопоставимы с главным тренером. И не то, что сопоставимы, они сейчас и выживают, главных тренеров, очень часто. В спортивных кругах за Петром Воробьевым давно закрепился образ властителя и полководца. В кулуарах говорят, наставнику Ярославского Лока не так важны награды и медали, сколько чтобы все было по-воробьевски. Это можно объяснить по-другому несколько. Потому что я сам перед собой ставлю очень большие задачи. Вот как это, наверное, можно объяснить. Главная задача Петра Воробьева – воспитать из молодежного Лока достойную смену локомотива. А может и второго Александра Семина или даже Алексея Яшина. Но уж точно не второго Воробьева. Тренера воспитать – это сложность в сто раз сложнее, чем спортсмена. Светлана Христофорова, Татьяна Красносельская, Георгий Романюк. Все включено. У нового главного тренера появится значительно больше возможностей, если хотя бы отчасти будет реализована идея привлечь под знамена клуба и его воспитанников, выступающих ныне в других командах КХЛ. Вот кто бы мог по такому принципу усилить будущий локомотив. Иван Косутин занимает почетное место в воротах. На сегодняшний день в воротах Спартака. В 2008 году он подписал контракт со Спартаком, который скоро подходит к концу. Скорее всего, Ивану предложат продолжить карьеру в других командах. Так что, может быть, почетное место будет в воротах локомотива. Виталий Вишневский от воспитанника перешел к заслуженному мастеру спорта России. Сегодня защищает петербургский СК. Его полноценная хоккейная карьера началась именно в Ярославле. В венеорских командах многие специалисты сравнивали Вишневского с молодым Фетисовым. Но Виталий решил пойти своим путем и со временем превратился в одного из самых жестких российских защитников. Денис Гребешков еще со школьной хоккейной скамьи подавал большие надежды. И не случайно. Он уже неоднократно был чемпионом мира. И сегодня заслуженный мастер спорта. Ярославская школа и врожденный талант сделали из него сильнейшего игрока, незаменимого защитника. Какой же сильнейший состав без центрального нападающего? Такого, как Иван Непряев, к примеру. Мастер спорта международного класса и один из лучших в КХЛ по игре в меньшинстве. Кстати, Иван не только талантливый игрок, но и кандидат физико-математических наук. Владимир Антипов входит в число рекордсменов по матчам за локомотив Ярославль. Незаменимый капитан команды. С тренировками ярославских преподавателей стал пятикратным чемпионом мира и заслуженным мастером спорта России. Такой капитан всегда будет держать правильный настрой в команде. И еще один выпускник хоккейной школы Ярославля Сергей Мазякин. Настоящее время нападающий магнитогорского металлурга. На его счету в рамках чемпионатов стран в элитном дивизионе 137 шайб. Из них 40 в сезоне 2007-2008, в котором он завоевал звание лучшего снайпера чемпионата. Сейчас удается собрать этих воспитанников только в нашем списке. Но если идея главного тренера будет воплощена, скоро мы сможем увидеть их в одном составе – локомотив. Марина Михеева, Максим Кулагин. Все включено. Мы продолжим разговор о спортивном городе Ярославле сразу после короткой рекламы. Как гибель хоккейной команды изменила ярославских болельщиков. А также песня про локомотив вживую. У нас в гостях комментатор канала «Россия-2» Александр Ткачев. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Так кого из воспитанников, играющих в других клубах, локомотиву действительно удастся пригласить? Ну, на самом деле, это все очень теоретический вопрос. Потому что известные воспитанники – это, понятное дело, не для этого сезона, а для следующего, когда команда будет играть в КХЛ. Поэтому сейчас загадывать, когда даже еще не пришло 30 ноября этого года, вот кто будет играть за команду в КХЛ, так, ну, это именно гадать. Но известно, что некоторые хоккеисты публично высказывали свою готовность. Скажем, вот Александр Гуськов, который многие годы играл в Ярославле, сказал, что он, в принципе, готов. В принципе, известно, что, наверное, большинство тех хоккеистов, которые играли в Ярославле, были бы не прочь вернуться. Не абсолютно все, но, наверное, большинство. Хотя фактор того, что кому-то психологически, наоборот, будет тяжело занимать, по сути, может быть, место на скамейке тех друзей, товарищей. Все равно все-всех знают, даже если играли в разные годы. То есть, наверное, для кого-то это будет слишком тяжело. Но большинство хоккеистов, если их пригласят, если у них будет такая возможность, наверняка согласятся. А вот в этом самом кличе усилить локомотив воспитанниками нет изначально какого-то давления на будущих кандидатов, поскольку у них ведь планы семейные, карьерные. Может быть, кто-то за океан собирался. Ну, наверное, тех, кто собирался за океан, если он всерьез собирался, эти планы и не коснутся. То есть, речь идет о том, что локомотив же будет приглашать тех, кто хочет. То есть, естественно, что если у хоккеиста есть желание, его будут приглашать. Насколько это психологически давит, да я не думаю, что это какое-то такое действительно дополнительное давление, что вот у человека свои планы, а он в Ярославле. Просто для спортсменов, и коллективные виды спорта здесь, наверное, скорее даже более ярко выглядят, для них место, где ты вырос, место, которое сделало тебя спортсменом, сделало тебя хоккеистом, ты получил эту профессию, оно остается на долгие годы после этого. И для тех людей, для кого Ярославль не пустой звук, то, что произошло в этом году и возможность помочь команде, это действительно как бы не вопрос денег, не вопрос, я не знаю, престижа, каких-то там понтов дурацких. Это просто вопрос чести. А вот еще многие сходятся во мнении, что все-таки Петр Воробьев, это именно тот тренер, который способен подготовить команду к возвращению в КХЛ. Ваше мнение на этот счет? Если именно в такой формулировке подготовить команду к возвращению в КХЛ, то абсолютно так, потому что умение Петра Ильича работать с молодежью, оно общеизвестно, и в общем, не то, чтобы ему нет равных, но он совершенно очевидно один из лучших тренеров в России по умению работать именно с молодыми хоккеистами. И, в принципе, наибольших успехов-то он достигал именно тогда, когда у него в команде преобладала молодежь. И поэтому, естественно, подготовить команду, постараться создать все возможное уже сейчас, вот в этой части сезона ВХЛовской, когда Локомотив будет играть не в КХЛ еще, я думаю, что лучшая кандидатура, исходя из того, что Воробьев до этого работал и с молодежной командой, как раз, лучше просто нет. А что, на Ваш взгляд, было сделано правильно или, наоборот, вызвало какую-то негативную реакцию, я имею в виду, по отношению ко всей этой ситуации с гибелью игроков от руководством клуба? Ну, это не такой простой вопрос, конечно. Но, на самом деле, это не секрет, что, когда эта трагедия произошла, существовали разные варианты, разные видения, наверное, правильно сказать, того, как команда должна возрождаться. То есть, ни у кого не было сомнений, что Локомотив должен существовать. Но была точка зрения о том, что, мол, надо это сделать прямо сразу, то есть, вот, две недели, месяц, и чтобы команда продолжала играть, мол, игры нагонит и так далее. Это точка зрения, которая была со стороны. Была точка зрения Ярославского клуба о том, что команда в этом сезоне не может и не может не физически, потому что, да, можно людей откуда-то понадергать, но это будет психологически слишком тяжело и для людей, которые играют, и для людей, которые приходят, для родственников, безусловно. И главное, что это, в общем, наверное, было бы несправедливо. То есть, просто ради того, чтобы где-то играть. Поэтому позиция Ярославцев, она с момента, когда это произошло и до последнего совещания, которое было уже у президента России, она не менялась. То есть, позиция была таковой, что в этом году в КХЛ клуб выступать не должен. Потому что все равно это утопия и, в общем, ну, в каком-то роде профанация. На пустом месте создавать клуб, то есть, это, в общем, ничего бы, наверное, не дало вот так вот сразу махом. Если говорить о том варианте, который есть сейчас, то есть, как бы, половина, грубо говоря, сезона в ВХЛ и следующий сезон в КХЛ, это тоже был вариант Ярославцев. То есть, в принципе, когда уже начался, вот, после принципиальных решений, пошел разговор о конкретике, это тоже был вариант Ярославского локомотива, который, собственно, был принят. Других, по сути, не рассматривалось. Все предложения исходили от руководства клуба или что-то руководство лиги предлагало какое-то, может быть, иное решение? Ну, был нюанс, касающийся того, чтобы локомотиву что-то гарантировать. То есть, совершенно точно, что локомотив отказался от гарантированного места плей-оффа в ВХЛ в этом году. И решаться вопрос будет по проценту выигранных матчей, но, как бы, на общих основаниях на Западе. И что касается того, что на следующий сезон локомотивы тоже хотели гарантировать место в плей-офф, насколько я знаю, хотя это, может быть, еще не окончательно, все до следующего сезона еще много времени, но локомотив не собирался себе бронировать это место, потому что, ну, потому что локомотиву это не нужно. А вы как считаете, это правильный шаг? Вы, я понимаю, с уважением относитесь к принятым решениям, но, тем не менее, у вас, может быть, в голове какой-то иной путь был санулирован? Нет, я считаю, что, на самом деле, вот то, о чем я говорил про позицию, которая была у локомотива с момента трагедии и до нынешнего момента, то, что она была постоянной и ни под каким давлением не претерпевала изменений, я считаю абсолютно верным шагом. Локомотив, в принципе, через его руководство, не через игроков и тренеров, а через руководство клуба, на протяжении последних лет, десятилетий, в принципе, всегда была команда, у которой было свое отношение. Иногда, можно говорить, правильно, иногда неправильно, но оно всегда было свое. И мне представляется, что вот тот факт, что Ярославль отстоял свое видение того, что не надо никого собирать, не надо сейчас играть в КХЛ, для того, чтобы вернуть команду, для того, чтобы сохранить любовь болельщиков, для того, чтобы не топтать чувства тех, кто был родственником и близким погибших. Для этого, мне кажется, Ярославский локомотив сделал как раз все абсолютно верно. То есть, я полностью поддерживаю то, что делал именно клуб. Ну и последний вопрос. Как вам кажется, все-таки через сколько лет Ярославскому локомотиву стоит ждать каких-то вот уже чемпионских титулов? Самый простой вариант ответа в следующем году, конечно. На самом деле, строительство клуба, оно, хотя и совершенно очевидно, известно, какие шаги в него входят, оно вряд ли происходит за один год. То есть, если такое чудо случится для Ярославля, никто не расстроится, потому что локомотив, ну, наверное, во всем нашем спорте, во всех видах спорта сейчас единственная команда без антирейтинга, грубо говоря, потому что, ну, эту команду поддерживают по той или иной причине, наверное, все, сколько-то интересующиеся спортом. Я думаю, если все будет хорошо складываться, то есть, как бы, ну, не будет каких-то проблем, неудачных выборов хоккеистов, каких-то эпидемий травм и так далее, то локомотив и в первом сезоне способен хорошо выступить. Если нацеливаться на какие-то задачи, их можно ставить с самого начала. Если говорить о реальном времени, я думаю, что срок в 2-3 года – это более чем достаточно для клуба с такими амбициями. Ну, будем надеяться, что это позитивный прогноз, и он обязательно сбудется. Большое спасибо, Александр. Александр Ткачев был гостьом нашей студии. Будучи трехкратным чемпионом России, локомотив принес своим болельщикам много радости. И в сложнейший период истории клуба болельщики были с ним. Пусть прямо сейчас все, что они могут сделать – это приходить на стадион и поддерживать молодежную команду в матчах первенства МХЛ. Это наша религия. Мы не можем без хоккея. Молиться хоккейным богам основатель ярославского фан-клуба «Локомотив» Александр Мишарис начал больше 40 лет назад. Хоккей образовался на 65-м году, команда класса «Б». Вот я оттуда уже с 65-го года хожу на хоккей. Ну, с первого класса на футбол, а с 65-го года на хоккей. На матч Лока против башкирского толпара он привел детей и внуков. Страсть к хоккею в его семье передается по наследству. И то, что на арене на Маловешку ходят пока 4 тысячи, но это не предел. Это уже достижение. Для нашего города достижение. Я думаю, что мы доживем до того, что на нашу молодежку будет ходить еще больше людей. Вперед, Лок, мы с тобой! Вперед, Лок, мы с тобой! В этом городе хоккей всегда был спортом номер один. Арена 2000 – это и сейчас местная хоккейная Мекка. Билеты сделали специально дешевле, чтобы была возможность у подрастающего поколения ходить. Но, кажется, они будут ходить сюда за любые деньги. На матче Лока поклонники приносят цветы и атрибутик любимой команды. Флаги по периметру арены – это знаки солидарности болельщиков и спортсменов со всех концов России. Я знаю, что случись это с какой-то другой командой, мы так же бы сопереживали обо всех, неважно. Фанаты локомотива молодежной команде Лока достались по наследству. Стали больше ходить, причем интерес появился именно у молодежи, что радостно было. Я такой болельщик, что я на самом деле, когда молодежь играла, был локомотив, я не ходил. Просто не было времени. Но сейчас я просто обязан, и все мои друзья. Трудно спорить, на матче локомотива народу приходило гораздо больше. Зато игры Лока привлекли новых, более молодых болельщиков. Сентябрьская трагедия лишь усилила любовь ярославцев к локомотиву. Место на трибунах и в их сердцах уже не будет свободным. Хоккей в Ярославе будет жить, и о ребятах никто не забудет. Татьяна Красносельская, Андрей Кузмак, Георгий Романюк. Все включено. С первого декабря хоккейный локомотив начинает свое выступление в высшей хоккейной лиге. Таков план по возвращению клуба в континентальную хоккейную лигу. А когда ярославцы начнут новый сезон в КХЛ, на арену 2000 вернется атмосфера большого хоккейного праздника, за создание которого отвечают не только хоккеисты, зрители и работники арены, но и музыканты. Через несколько минут у нас в студии песню о локомотиве. Вживую исполнит группа «Мамульки Бэнд». Ну а пока посмотрим сюжет, в котором Юлия Алексеенко представит нам эту команду из Ярославля. «Мамульки Бэнд» – музыкальная группа из Ярославля. Основана в 1999 году, состоит из восьми человек. Излюбленная тема в их репертуаре – спорт. Есть у них композиция, посвященная футбольному шиннику. Есть и хоккейные частушки про клуб «Локомотив». Эти кадры были сделаны во время выступления в фойе Ярославской арены задолго до трагедии. Среди игроков «Локомотива» у музыкантов были друзья. Например, худрук группы «Макс Семенов» постоянно общался с капитаном команды. «Иван Каченко мы поддерживали. Очень теплые отношения. Иван всегда нам помогал, приходил на концерты всегда с подарками. Полгода назад вот в этой студии мы снимали программу «Неформат». «А кто этот человек?» «Это Ванька, наш барабанщик». «На полставки, да?» «Я очень хорошо знаю и давно слушаю частушки, которые ребята про нашу команду поют. И иногда даже мое имя там фигурирует». «Ты Володя, да я Иван, да поскорей бы да на диван и со своим отреною заняться обороною». Этот сюжет снимался в разгар матчей плей-офф прошлого года. Тогда все московские хоккеисты даже из выбывших команд нам в съемке отказали. Им в период игр на вылет запрещено сниматься в подобных проектах. И выручил нас только Ваня Ткаченко. «Правая палочка, правую руку не будет.» Юлия Алексеенко, все включено. Итак, участники «Мамульки-бэнд» у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас резонный вопрос возникает. Наверное, вам его сто раз задавали. Ну, какие же вы мамульки? Вы же максимум попульки. Жесткий вопрос. Мы уже устали за 12 лет на него отвечать. Но на самом деле какой-то веской причины назваться так у нас не было. Название было придумано абсолютно от фонаря. Мы не планировали заниматься музыкой так долго, как это на сегодняшний момент получается. Но, как говорится, на переправе коней не меняют, поэтому название оставили. Ну вот если у одного из вашей команды мы явно видим розетку ярославского шинника, то у вас двоих что там написано? Это именной. Именной, да. Это в честь нашего 10-летнего юбилея. То есть два года уже этим шарфом, да? Да. Замечательно. То есть, насколько мы понимаем, вы сейчас не выступаете на матчах молодежного состава «Локомотив». А вы планируете где-то с декабря начать выступление, чтобы поддержать все-таки хоккейную команду, когда она начнет играть в высшей хоккейной лиге? На самом деле мы решили в этом году песни не петь на хоккее. Ну, в связи. Ну, что-то как-то вот, что-то не до песен, да, вот, совершенно. И попробовать это сделать все-таки со следующего года, когда команда будет играть в КХЛ, ну, как бы начать все с чистого листа. Мы правильно понимаем, что, в принципе, матч ярославского «Локомотива» на домашней арене немыслим без выступления вашей группы? Это так? Это добрая традиция? Каждый матч вы сопроводите? Ну, не каждый, но достаточно часто. Особенно какие-то ключевые матчи, начало плей-оффа, завершение встречи хоккеистов с выезда, с медальными кубками и прочее. А вообще какая атмосфера царит на этой арене 2000? Расскажите нам немного. Ну, она разная царит на самом деле. В зависимости от того, как команда играет. В 2002-2003 году, когда мы были чемпионами, было вообще чудесная атмосфера. Не только на арене, а вообще по городу. Было какое-то такое всемирное счастье. Люди ходили с магнитофонами, слушали частушки по спальным районам. 10 тысяч человек на честных чемпионов пели хором, как один. Все это, в общем-то, ну, немножко сейчас поугасло. Но я думаю, что это все впереди еще. Какой репертуар у вас, из скольки песен состоит ваш репертуар, который вы исполняете именно во время хоккейных матчей? Мы записали целый альбом. Он называется «Мы размажем всех по борту». Там 12 песен. Есть разные интерпретации известных хитов, в том числе там ретро-советских хитов. Есть авторские песни, есть какие-то гимнообразные песни, есть частушки, там несколько вариантов. Поскольку почему-то официально считается гимном локомотива частушки, не знаю до сих пор почему, то мы устраивали конкурс в интернете, и нам присылали огромное количество этих частушек, причем из разных городов, разного контекста, с различными интересными и жесткими выражениями. И мы вот как-то их всех собрали, систематизировали, и у нас получилось три варианта вот этих частушек. Прямо сейчас в нашей студии группа «Мамульки Бэнд». На арене пять часов битва долетовая, а у наших пацанов победа стопудовая. О, Ярославль, локомотив! А фигу-фигу-фигу вам не забейте шайбу нам, чтобы локо обыграть, надо солнце об асфальт потушить. Локомотив идет в атаку, береги противник, сразу станет всем понятно, кто в России чемпион. А перед матчем очень бодро натянул трико на бедра, но заметил в зоркий глаз, что судья всегда за нас. Блокомотив. Мы продолжим разговор о развитии спорта в Ярославле сразу после короткой рекламы. Спортивная жизнь вдовы Александра Галимова. Что делает французский футболист в шиннике? И зачем клубу со средней посещаемостью 4000 человек новая 30-тысячная арена? Спортивный Ярославль трудно представить без футбола. Сейчас ярославский шинник выступает в футбольной национальной лиге. Но знавал он и лучшие времена, когда играл в Еврокубках и даже обыгрывал Валенсию в Ярославле. Впрочем, возможно, эти времена скоро вернутся, потому что Ярославль может стать одним из городов чемпионата мира 2018 года. Сказать, что на футбол в Ярославле в последние годы ходит мало, ничего не сказать. На матче футбольной национальной лиги между шинником и черноморцем было чуть более 2000 человек. А вместить в стадион может 23. Сейчас, если вы можете посмотреть, сколько народу ходит на стадион, вы увидите, что в Ярославле футбол очень забыт. Павел болеет за шинник с самого детства. И несмотря на то, что клуб уже три года призебает во втором по силе российском дивизионе, он с друзьями не прекращает активно поддерживать любимую команду. Постоянно ездим за клуб. Много выездов людей пробивает, золотники каждый год. Интерес к футболу в Ярославле постоянно пытаются поднять. Так, к тысячелетию города, который праздновали в прошлом году, власти обещали полностью реконструировать стадион шинник. Однако денег хватило лишь на перестройку одной южной трибуны, зрители на которые почему-то собираются с неохотой. Активные фаны черно-синих облюбовали противоположную северную трибуну, а болельщики в возрасте предпочитают ходить на центральные. 11 лет проведенной ярославской команды в сильнейшем российском дивизионе сказались и на фанатах. Болеют они от всей души и могут дать фору многим фанам команд премьер-лиги. Совсем недавно было окончательно утверждено, что к чемпионату мира 2018 года в Ярославле на месте нынешней арены шинника появится суперсовременный чисто футбольный стадион на 45 тысяч зрителей. После мирового первенства часть трибун будет демонтирована и арена останется 30-тысячной. Болельщики шинника верят, что праздник футбола возродит интерес к игре у местных жителей и будущий стадион всегда будет кому заполнять. Александр Журавлев, Татьяна Красносельская, Георгий Романюк. Все включено. Шинник по окончании второго круга первенства ФНЛ занимает третье место, так что, вполне вероятно, уже в будущем году состоится возвращение ярославцев в элиту. Ну а пока в их составе не так уж много известных футбольных имен. Зато есть вполне себе экзотичные легионеры. Великам ту Россия! Светит солнце, но за окном минус 10. Ярославские легионеры из Африки назначили встречу у ворот Древнего Кремля. Очень холодно! Вот это Россия! Уже не первый год ворота ярославского шинника защищают иноземные защитники. Русские морозы – главный страх любого иностранца, особенно если в жилах течет африканская кровь. В родном для него кот-де-вуаре не бывает меньше 25 градусов тепла. В России Али обзавелся теплой дубленкой, а вот Абдель в джинсах с дырками и ботинках на тонкой подошве, похоже, еще не знает, что его ждет. А почему бы и нет? Мне не холодно! Прохладная погода не помешала легионерам полюбить Ярославль. Все люди, которые видят фотографии, которые качают автограф, все-все-все качают. Но у футбольного шинника тут есть крутые конкуренты. Чувствуется, конечно, что Ярославль – спортивный город, но видно, что местные жители предпочитают хоккей. На наши матчи народу приходит поменьше, а вот на хоккей даже не пробьешься. Впрочем, Али этим не расстроен. Считает, играть надо лучше, тогда и народ потянется. Но я думаю, если команда будет играть в Вишелье, будет другая народная, и будет другая реакция. Надо работать, играть в Вишелье, я потом посмотрю. Чтобы не страдать от зимней депрессии, в межсезонье они улетают на родину. В Кот-де-Гуари у Али жена и две дочки, но перевозить их в Россию он пока не намерен. Будет тяжело, когда я играю, русский не поймаю, на английском не разговариваю. 22-летний Абдель семью еще не обзавелся, но точно знает, сюда он приехал не зря. Для Али это третий сезон в России. Играя в Нижегородской «Волге», он успевал заниматься русским, учил падежи и склонения. Но вот до Пушкина с его африканскими корнями еще не добрался. Да, не слишком точно. Потому что я только в футбол, в футбол, в футбол, в футбол. Кроме Мороза, легионеров пугали слабым футболом. Во Франции я играю во втором дивизионе. Это как первый дивизион в России. Разницы особой нету, но у нас и ритм побыстрее. В России есть хорошие футболисты, техничные, умные. А когда я узнал, что поеду в Россию, мне сказали, что тут играют вяло. Они оба уверены, что Шинник застоялся в первом дивизионе. Их цель – попасть в высшую лигу, играть с «Зенитом», «Спартаком» и «ЦСК». Вообще на базе Шинник настроек отличный. Мы думаем только победить, только победить, только победить. Русские «Березки» для них больше не экзотика. На местных футбольных просторах Али и Абдель освоились быстро. Хочется верить, что африканский темперамент и умение адаптироваться принесут хорошие плоды ярославскому футболу. Россия с Рыщтях! Татьяна Красносельская, Андрей Кузмак, Георгий Романюк. Все включено. Ярославль – достаточно небольшой город, и многие в спортивном сообществе знают друг друга. Многое переплетено. Например, хоккеистов можно было встретить на трибуне стадиона Шинника футболистов на арене 2000. А группу поддержки местного волейбольного клуба возглавляет вдова хоккеиста Александра Галимова – Марина. Еще месяц назад Марина Галимова, вдова нападающего локомотива Александра Галимова, не могла общаться с журналистами. Но, как настоящий профессионал, она умеет быть сильной. Преодолеть горе ей помогла ее любимая команда чирлидинга. Ну, конечно, безусловно. Мы сами сейчас все в этом спорте полностью посвящаем себя этому. Марина Бронзовый – призер чемпионата России по чирлидингу. Свою группу поддержки волейбольной команды «Ярославич» она организовала в прошлом году. Знакомьтесь, девчонки «Лаки Старс», то есть звезды удачи. Привет, девчонки! Ну, мы с девчонками выбираем, нравится, не нравится. То есть нас никто не ограничивает, у нас очень много выбора. Что нам нравится, то мы ставим. А ставят они вот такие акробатические трюки. Если спортсмены поражают мастерством владения мечом, то ярославские девчонки удивляют умением владеть телом. Сами по себе группы поддержки предполагают какие-то спортивные элементы, какие-то танцы более спортивные, никаких там не прослабленных. Мы должны заводить публику. Мы чирлидеры, которые настраивают зал на поддержку команды. Всю энергию и эмоции танцовщицы дарят зрителям без остатка. Те отвечают взаимностью. А волейболистам во время игры отвлекаться некогда. Ну, мне кажется, они не обращают нас внимания во время игры. Но перед игрой иногда в раздевалке мы перекидываемся пару раз. Ну, мы в основном всегда подшучиваем. Они шутят с нами, что-то нам говорят веселое. Мы, соответственно, в ответ тоже им отвечаем, что это веселое. В каждом маленьком девичьем коллективе есть свои женские тайны, о которых они не расскажут никому. Я не могу это рассказать. Нет, пожалуйста, не уговаривайте. Вы неприличные? Да. Но нашему корреспонденту все-таки удалось кое-что узнать. Девчонки мечтают выступать на мировых чемпионатах по чирлидингу. У большинства из наших девочек есть команда одна из Майами, которую они на баскетболе поддерживают. Просто очень нравится нам. Они внешне все очень красивые и двигаются замечательно. И спортивные. Девушки скромничают. Двигаются они ничуть не хуже закианских танцовщиц. Местные поклонники спорта считают их настоящими звездами. А кто-то вообще может похвастаться. Я, мол, вон с той беленькой в одной школе учился. Пусть завидуют. И еще один секрет, который девушки поведали после того, как уже была выключена камера. Они хотят, чтобы их пригласили в сборную страны по волейболу. Роман Паршинцев, Татьяна Красносельская и Георгий Романюк. Все включено. Группа поддержки Ярославича мечтает выйти на новый уровень. То же самое можно сказать и о самом волейбольном клубе. Ярославич, который воспитал нескольких игроков для сборной России, хочет качественно новых поводов для гордости. Собственно, побед на волейбольных площадках. У нас с вами 8% слэшки и эйсы и 19% потерь. То есть есть над чем работать. Старшему тренеру волейбольной команды Ярославич виднее. Из пяти игр в этом сезоне российского чемпионата Суперлиги его подопечные выиграли только одну. Основная причина – несыгранность игроков, считает и капитан команды Михаил Бекетов. Я надеюсь, вот этот перерыв, который сейчас в чемпионате образовался, он поможет нам все-таки утрясти все свои внутренние проблемы. И мы нащупаем тот стиль, тот манеру игры, в который будем выигрывать и побеждать. Найти свою игру нужно прежде всего капитану. Бекетов – новичок в Ярославичах. Пришел в клуб в этом году. Хотя уже 15 лет играет в высшей лиге. И со многими партнерами по команде он не раз встречался по разной стороны сетки. Волейбольный мир не так уж и велик. Все друг друга знают, все друг друга общаются. И у большинства игроков очень доброжелательны друг другу отношения. И встречаются, как добрые друзья пообщались, но на площадке они уже выходят играть, зарабатывать результат для той команды, в которой они играют. Однако игроков Ярославич покупает редко. Задача максимум – воспитать своих звезд. Это наш кредит. Найти молодого талантливого игрока, воспитать его, огранить его как алмаз, и уже, чтобы он отдавал весь свой спортивный потенциал на благо нашего клуба. Ярославские алмазы побеждали на чемпионатах Европы и мира десятки раз. Правда, среди молодежных команд. Но куда деваются эти драгоценные россыпи потом? В ответ на этот вопрос руководство команды разводит руками. Что их отравить? Молодые немножко бывают, скажем так, ветры, да. Мысли еще не совсем о профессиональном спорте. Есть много талантливых, но не каждый из них выбирает свою студию волейбола. Вот и приходится усиливать состав легионерами. В этом сезоне Ярославич заключил в свои контрактные объятия канадского доигровщика Фредерика Винтерса. В России волейболистам хорошо платят, больше, чем в Европе. Во Франции, Нидерландах, Польше. Я профессионал и играю за деньги. Вот почему я снова здесь. Послужной список Винтерса как сказка про Колобка. И от бабушки ушел, и от дедушки. Он успел поиграть в девяти странах мира и стать чемпионом трех государств. Страховать партнеров, брать сложные подачи, высокие мячи. И я думаю, вот моя позиция. И для меня важно все хорошо выполнять. Я же только начал играть в этой команде. Ярославская волейбольная команда в прошлом сезоне заняла восьмое место в турнирной таблице из двенадцати команд. Задача в этом году изменить такое положение вещей. Вазе, пасуешь туда, ты пасуешь сюда все время. Без смены вы пасуете. Поехали, начали. Хоп! Максимальная задача это попадание в пятерку, да, ну, а минимальных никто как бы не хочет думать. И команда готова выполнять эти задачи. Вот, мы будем к ним стремиться. Появятся ли в команде Ярославич еще легионеры одному тренерскому штабу известно. Но без главного наставника клуба Олега Малибога, занятого сейчас тренировкой национальной сборной, такое решение пока не может принять никто. Успеха Ярославской волейбольной команде желают Роман Паршинцев, Татьяна Красносельская и Георгий Романюк. Все включено. Это была программа «Все включено». Выпуск о спортивном Ярославле. С вами были Ирина Шаверина и Михаил Генделев. Смотрите нас на телеканале «Россия-2». И участвуйте в жизни нашей программы при помощи блога на спортбокс.ру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова